Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о трудовых спорах. И вот здесь, когда мы говорим о трудовых спорах, необходимо понимать, что в трудовых правоотношениях очень большую роль играют доказательства наличия трудовых правоотношений, как они были выстроены и отображены именно в трудовом соглашении. И сейчас мы об этом поговорим, дорогие друзья. И напоминаю, что если у вас есть какие-то вопросы, необходимость в консультациях, либо необходимость тем или иным образом помочь, составить исковое заявление, апелляционные, консультационные жалобы, обращайтесь всегда с удовольствием, поможем. Итак, дорогие друзья, когда мы говорим о том, что те или иные трудовые отношения у нас регулируются трудовым кодексом, но помимо этого они регулируются целой отраслью законодательства, которое именуется трудовым законодательством, и здесь масса и законов, и подзаконных нормативных актов, и инструкций, локальных нормативных актов. Но есть такой нормативный акт, который является законом, как бы для всех остальных. Это трудовое соглашение, трудовой договор. И помимо трудового договора есть еще коллективный трудовой договор. Поэтому, дорогие друзья, всегда обращайте внимание на то, как выписаны трудовые отношения, как они выписаны именно через призму трудового договора. Или, если трудовой договор отсутствует, обращайте внимание на то, каким образом были, как сложились трудовые фактические отношения. Если нет трудового договора, тогда идем по тому пути, что доказываем наличие фактических трудовых отношений, и доказываем, в каком формате они были. То есть, какие были условия труда, рабочее место, где оно находилось, какие были условия оплаты, периодичность и так далее, размер и тому подобное. То есть, дорогие друзья, вот эти все обстоятельства, они подлежат доказыванию, и то, каким образом они сложились, таким образом будут регулироваться и они при возмещении и заработной платы выплаты, и при выплате заработной платы за время вынужденного прогула и так далее. Поэтому на вот эти моменты, пожалуйста, обращайте существеннейшее внимание. И, конечно же, дорогие друзья, не забываем о том, что здесь средствами доказывания будут любые документы, приказы, разнообразные удостоверения, которые выдает работодатель, квитанции об уплате, выплате заработной платы, выписки из банковских счетов о получении денежных средств от работодателя и так далее. То есть, это целый массив, целый массив. И не забываем, что в трудовых правоотношениях необходимо комплексный подход использовать и всегда при любой возможности привлекать и прокурора, и в том числе привлекать и трудовую инспекцию для того, чтобы были осуществлены соответствующие проверки. И, конечно же, ищем пути соприкосновения, проводим переговоры с работодателем. Если это все являются попытки неудачными, то здесь, дорогие друзья, нужен глубокий подход и очень много судебных решений принимается в пользу работодателя. Особенно это касается, не первый раз с этим сталкиваюсь, можно сказать, сталкиваюсь с этим на постоянной основе, когда в маленьких городках, там, где есть градообразующие предприятия или в отдельных районах, где есть предприятия, которые занимают доминирующее положение, там, где руководство уже наладило контакты и с органами власти, и с контролирующими органами, и с правоохранительными органами, конечно, там очень трудно с ними бороться в суде, поэтому здесь приходится уповывать на апелляцию и на касацию. Вот это тоже не забывайте. И в очередной раз напоминаю, что если есть необходимость в осуществлении помощи в подготовке исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Счастливо!